Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на первом вебинаре совместно с Александром Элдером в 2024 году. Как всегда, будем говорить о рынках. Сейчас идет активность изотанчетов. Мы видим, что индексы S&P 500 и NASDAQ на локальных максимумах. И попробуем сегодня порассуждать, как и всегда, что может ожидать рынок. И, безусловно, поговорим об отдельных инструментах. Но прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда напоминаю в начале наших встреч, что трейдинг, инвестиции, они всегда связаны с рисками. С ними нужно разобраться, ознакомиться, научиться с ними работать и уже после этого переходить к более серьезной работе на финансовых рынках. Безусловно, о рисках мы будем говорить в ходе нашего вебинара. Для тех, кто присоединился к нам впервые, несколько слов о компании Admirals. Мы являемся международным брокером, работаем в большом количестве стран, предоставляем услуги для наших клиентов, которые являются как частные трейдеры, так и частные инвесторы. И предоставляем также различные вспомогательные инструменты, которые позволяют улучшить опыт наших клиентов. Мы очень рады, что Александр присоединяется к нам раз в месяц и делится своим опытом, позволяет учиться вместе. В Admirals мы уделяем большое внимание обучению, поэтому мы делаем различные обучающие продукты для наших клиентов, будь то отдельные вебинары, отдельные встречи, до различных подкастов, мастер-классов, которые мы для наших клиентов в разных странах проводим. Также, как я уже сказал, одна из категорий наших клиентов – это трейдеры, которые могут для себя найти различные удобные платформы, большое количество инструментов. И всегда рекомендую по торговым условиям обращаться к вашему представленному менеджеру, если у вас появляются дополнительные вопросы. И также мы предлагаем для наших клиентов инвестиционный подход, то есть инвестиции в акции, в ETF с помощью различных инструментов, включая мобильное приложение, которое удобно мониторить свои позиции, открывать сделки, и до различного функционала, такие как инвестиции в дробные акции, дробный ETF и функцию автоинвестирования, которую также можно подключить инвесторам, которые планируют каждый месяц с определенную сумму, вкладывать в те или иные активы, которые подобраны для своего подхода. О чем мы будем говорить сегодня? Безусловно, о рынках, поговорим о ключевых рынках, сделаем такой межрыночный анализ, подведем итоги конкурса, который у нас проходит, разберем отдельные акции. В конце у нас будет серия вопросов и ответов. И в конце также я расскажу про индикаторы Александра и про правила конкурса, в котором можно выиграть книгу с автографом Александра. Как всегда, перед началом, так как у нас первый вебинар, первая встреча в этом году, январь, завтра уже февраль, но тем не менее. То есть в целом напомню то, чем мы закончили прошлый год, и в целом мы видим, что те движения, которые были за последний год, и особенно если мы посмотрим на индексы, то ключевым драйвером являются технологичные компании, и, собственно, мы видим, что этот сектор показывал в последний год самое большое движение, это технологии и коммуникации много отстающих секторов на текущий момент, потому что, безусловно, на рынке присутствуют коррекции, и, собственно, интересно будет порассуждать на предмет того, что, вероятно, может корректироваться, а что может как раз подрасти, то есть сменить как раз настрой на рынке. Как всегда, снимок экрана по индексу S&P 500, то есть сейчас мы видим, что в среднем, это по индексу NASDAQ, прошу прощения, то есть здесь мы видим, что в среднем уже, то есть если последние пару месяцев до мы видели, что большинство компаний находится в плюсе, то сейчас примерно силы уравнялись. Я думаю, что если Александр покажет свой индекс новых высот и новых низов, там мы тоже похожую динамику замедления как раз роста общей массы компаний в индексе сможем увидеть, и примерно такая же картина по S&P 500, то есть уже рост по-прежнему продолжается, отдельные компании растут на десятки процентов, но, тем не менее, уже он примерно сравнялся с выше нуля компания и ниже нуля. Александр, очень приятно открывать с вами Новый год, 2024 год. Предыдущий был максимально интересный, ну, все года были максимально интересны, что мы с вами встречаемся, и самое важное, что встречаемся, проводим наши встречи. И, Александр, рад вас видеть и с удовольствием передаю слово вам. Спасибо, спасибо, Роман. Вы мне напомнили, я иногда жене своей говорю, ты смотри, я просто поражен. Мы уже 18 лет как вместе, и до сих пор продолжаем разговаривать друг с другом. С вами очень приятно работать, и спасибо, что вы продолжаете меня приглашать. И, ох, только что закрыл случайно экран. Так, 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 так. Вот, сейчас я вас... Одну секунду, Роман, извините, пожалуйста. Вижу вас, вижу это. Во, все, ясно. Я как раз открыл индексы S&P 500. Вот, а индексов я как раз... А, так, 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 так. Вы знаете, я вижу только... Что-то я не то нажал. Вы знаете, вы меня научили пользоваться этим зумом, но ученики... А, вот, все прекрасно. Теперь все вижу. Спасибо большое. Спасибо. На рынке колоссально интересное время. Колоссально интересное время. В прошлом году начался бычий рынок. Мы смотрим сейчас на... Одну секунду. Мартыш, как старости, слаба глазами стала, да? Значит, для новичков. Я всегда смотрю на рынки так же, как у человека два глаза. Когда ведешь машину, то лучше ориентируешься. С одним глазом так опасно, да? Я всегда смотрю на два временных диапазона. Для таких стратегических и тактических трейдов. Это недельный график для стратегии, дневной для тактики. Если я провожу внутридневную сделку, то стратегия на 25-минутном графике, тактика на 5-минутном. То есть они относятся примерно как 1 к 5. Значит, мы смотрим сейчас... С левой стороны у нас недельный график. И под ним мой любимый набор индикаторов. Горизонтальная полоса – это импульсная система, описанная очень точно в моей последней книге, кстати, на русском языке. Вышла в Москве, в Альпине. Прекрасное издательство. Затем идет МСД гистограмма и МСД линии. И затем индекс силы. Все описано. Роман, если бы вы чуть-чуть уплотнили бы этот график, хотелось бы немножко... Вот, спасибо. Прекрасно. Смотрите. В самом центре графика мы видим, как заканчивался медвежий тренд. Рынок опустился до нового низа, а в то время МСД гистограмма показала бычью дивергенцию, МСД линии показали бычью дивергенцию, индекс силы показал колоссальную дивергенцию. И начался бычий рынок. Он продолжался до лета прошлого года. И была коррекция. И во время этой коррекции... Коррекция такая довольно была суровая. Во время этой коррекции появились четкие следы, показатели того, что повышения учетных ставок, учетного процента в Америке больше не будет. Процент был взогнан колоссально. Я вам приведу пример. Если бы вы, допустим, два года назад покупали дом в Америке, вы могли бы получить ипотеку на 30 лет. Замороженную ипотеку. То есть процент не изменился бы. За 2,5% годовых. Мой очень умный сосед решил, что она еще ниже пойдет. И поэтому взял себе колеблющуюся ипотеку. К концу прошлого года, 23-го, ипотека уже была не 2,5%, а немножко выше. Скажем, 7,5%. Втрое. Это, конечно, очень тормозило экономику. И где-то в сентябре появились первые показатели, что больше повышений не будет. И рынок ответил на это колоссальным взлетом, таким, какие бывают редко. И сейчас мы находимся у правого края этого графика. Причем, посмотрите, когда вот это донушка было в прошлом сентябре-октябре, не было ни дивергенции, ничего. Рынок развернулся, как говорится, на пятачке. Вот просто поступила эта информация, и рынок пошел. И сейчас мы смотрим, значит, на правый край. Роман, может быть, сейчас на дневной график посмотрим, и даже если вы хотите, я потом покажу, или сейчас покажу, вот этот вот индекс новых высот, новых низов. Вот здесь вы видите этот великолепный взлет. Собственно, вот у левого края как раз октябрь, и просто по линейке, по линейке все шло. Смотрим на дневной график. Причем, причем, в трейдинге нельзя жадничать. Старая поговорка, которую еще в школе слышал, жадность фрая разгубила, да? Жадничать не надо. Поэтому покупать, простейшая торговая система, она смотрит на вас вот с этого правого графика, идет бычий тренд. И потом вот где-то вот в середине, это в ноябре, рынок опускается к своим скользящим средним, да? Где-то в районе ноября. Немножко раньше даже. Вот только красная линия. Красная линия, быстрая скользящая средняя. Синяя, медленная. Рынок опускается туда. Распродажа идет. Рынок опустился в зону ценности. Потом опять взлет, потом опять распродажа. Опять взлет, опять распродажа. И сейчас взлет, да? Опытные, осторожные трейдеры не гонятся покупать по верхам, да? Покупать надо на распродаже. И даже во время такого бычьего рынка такие распродажи возникают. Обратное происходит во время медвежьего рынка. Происходят взлеты, которые позволяют нам закоротить. Вот сейчас мы находимся у правого края. Что мы видим здесь? На недельном графике ничего особенного. Он дошел до верха и сейчас опускается. На дневном графике мы видим очень крупные дивергенции. высота и объем МСД гистограммы в конце прошлого года показывают огромную силу быков. А потом эта сила все меньше и меньше. То же самое показывает индекс силы. И произошло нечто, что происходит обычно перед большими спадами рынка. Рынки сужаются. То есть в таком хорошем, здоровом бычьем рынке американская поговорка поднимающийся прилив поднимает все лодки. А уже к концу, когда дело идет, люди становятся осторожными. Вот они выбирают какую-то одну отрасль. И эта отрасль сейчас оказалась отрасль высоких технологий. И семь акций, которые называют «Великолепные семерки». Был старый фильм еще. Тысячу лет назад его показывали. Даже в «Союзе» он был переведен на русский язык. «Великолепная семерка». Это «Великолепная семерка». Apple, Amazon, Google, Tesla. Netflix, Microsoft. По-моему, все сказал. А остальные, еще какие-то технологичные акции поднимались. AMD, например. Но все стало гораздо слабее. И сегодня рынок падает. Это не крах. Я смотрю сейчас на S&P. Открылся на 20 пунктов вниз. Сейчас он 40 пунктов вниз. Ну, мне думается, это цветочки. Ягодки еще впереди. Роман, если хотите, давайте я покажу индекс новых высот, новых низов сейчас. Да, можете перехватить. Окей, спасибо. Так, share screen. Па-па-па-па-па-пам. А где она? Ага, вот сюда. Так, share. Мне нужно перейти. Вот. Индекс новых высот, новых низов. Да? Да, мы все видим. Вы видите, да? Прекрасно. Вы меня научили пользоваться зумом. Спасибо большое. Потому что, кроме как с вами, я практически не пользуюсь зумом. То есть, моя жизнь. Я живу в горах. Вот сейчас смотрю в окно. Видно 20 километров. Домов нет, да? Там где-то далеко в долине ферма есть. Ночью виден огонек. А вот сижу, занимаюсь трейдингом. А вы меня вытаскиваете, так сказать, на божий свет. В люди. Вот. Акции, которые достигают новой высоты в любой данный день, это лидеры силы. Акции, которые достигают новых низов в любой день, это лидеры слабости. То есть, самые слабые акции, которые, так сказать... И что мы видим здесь? Слева недельный график. Два момента. Во-первых, мы видим колоссальную дивергенцию возле правого края. Вы видите, вот сила, какова была сила этого индекса в самом конце прошлого года и какая она сейчас. Акции гораздо выше. А лидеров стало гораздо меньше. То есть, все меньше лидеров тянут эту телегу вверх. Это одно. Второй момент. Этот график показывает информацию до вчерашнего дня, потому что сегодня рынок еще открыт, цифры еще меняются. Вчера этот индекс стоял на показателе 643. То есть, новых высот недельных было на 643 больше, чем новых низов. А вот так вот этот индекс выглядит в здоровом бычьем рынке. 3000, да? Не 600. 3000. Или вот здесь вот. 1700. То есть, цифры слабые. И при том, что они слабые, еще имеется дивергенция. С правой стороны, дневной график новых высот, новых низов. Причем, я не знаю, кроме себя, кто еще смотрит на него с трех углов. Все берут его, значит, новые высоты, новые низы за год. Но мой друг и партнер в компании Кирилла Ворн много лет назад сказал, прежде чем акция достигнет новой высоты за год, она должна достигнуть новой высоты за квартал, да? А до этого она должна достигнуть новой высоты за месяц. Поэтому идем снизу. Недельный, квартальный, годовой. Но мы видим, что во всех этих трех окнах максимальная сила была где-то в середине декабря. Вот линия, да? Вот это вот был пик бычьего лидерства. И с тех пор рынок поднимается все выше и выше. А пики становятся все ниже и ниже. И вот здесь вот мы у правого края. Опять-таки, индексы находятся просто до смешного низких высот. Они замеряют примерно 4-5... Около 5 тысяч акций. Значит, из них до новых высот в годовом диапазоне поднялись 197. 197 из 4 с чем-то тысяч. Это в квартальном 323, в месячном 305. То есть, лидерство очень слабо, и при этом имеются дивергенции. Рынок... Роман, можете забрать. Я сделаю стоп-шир обратно к вашему графику. Рынок поднимается вверх. И теперь, значит, что происходит? Что эти вот акции, лидирующие, да? Они начинают выступать с докладами о своих... Мы сейчас находимся в самой боевой неделе, очень боевого периода, который длится несколько недель. Это период сообщений о финансовых отчетах компаний. Американские компании выдают финансовые отчеты раз в три месяца, раз в квартал. И за ними все следят, по крайней мере, люди, которые знают, за ними следят. И... Спасибо большое, Евгений. Роман, Евгений подсказал, что вы показываете Германию сейчас, не S&P. Переключайся назад. Да, 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 просто немножко вперед как-то. Вот, S&P. Сейчас идут компании сообщения о доходах. Тесла выдала сообщение, упала где-то на 10%. Сегодня Майкрософт выдал сообщение о доходах. Я его закоротил рано утром сегодня. Тоже падает. Теперь Google будет давать. Завтра, по-моему, сообщение о доходах. И Amazon. То есть, вот эти вот, как бы, 7, великолепная семерка, на которых стоит вообще вся эта ралли, весь этот подъем, у них начинают подгибаться коленки. Их все меньше остается. Ситуация крайне опасная. Это не гарантия того, что будет обязательно сейчас вот все, 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 все упадет. Но риск, главный риск сейчас, это риск падения, а не риск подъема. Возможность падения, а не возможность подъема. Поэтому я только сейчас играю на коротко. То есть, у меня нет ни одной длинной позиции на сегодня. Очень необычно, потому что я обычно, у меня довольно серьезный фонд и свой. И я всегда играю немножко в ту сторону, немножко в эту. Но я всегда это дело смещаю. То есть, больше в бычью или больше в медвежью. Для меня очень необычно быть на 100% в одну сторону. Сейчас я просто, я так присматриваюсь к бычьим акциям, но одна из них не хватает меня за душу. Борис подсказывает, Google вчера отчитывался и упал. По-моему, Google, правда? Мне что-то кажется, что он сегодня, что он завтра будет. Ну, не знаю, мог пропустить. Вот так вот. Опасная ситуация. Опасная ситуация. И иногда возникает вопрос, а дальше что? Ну, хорошо, значит, если опасная ситуация, куда опустится этот рынок? Ну, я, как всегда, смотрю на зону. У меня есть две мишени. Первая мишень падения – это зоны ценности. То есть, на левую сторону даже, да, потому что это коррекция на недельном графике, на дневном графике. Недельный, значит, почему я называю это дело зоной ценности? Каждый тик на вашем экране, каждая цена на вашем экране показывает соглашение двух людей – покупателя и продавца. Но при этом не только вот этих двух единиц, но всей толпы, потому что они окружены толпой. И, допустим, если кто-то продает акцию дешево, другой человек может вступить и немножко добавить цену. То есть, поэтому каждый тик отражает настроение всей толпы. Но тики, естественно, весь день они колеблются вверх и вниз. А скользящая средняя, она берет и объединяет все эти тики за определенный период времени. Поэтому краткосрочная скользящая средняя показывает вам среднее соглашение о ценности в течение короткого периода времени. По-моему, 13 дней в данном случае. А длинная скользящая средняя показывает соглашение о ценности в течение более длинного периода времени от более долговременных людей. И вот ценность акции, ценность индекса, ценность любого свободно торгуемого товара находится вот между этими двумя линиями. И поэтому я называю, это зона ценности. То есть я смотрю на рынок, я тут же немедленно замечаю для себя, ага, рынок переоценен. Окей, раз он переоценен, будем смотреть на одну из двух. Или ждать падения, чтобы купить в зоне ценности, или будем ждать, или будем коротить прямо сейчас, да? Серьезный вопрос. Поэтому если S&P сейчас торгуется где-то 4800, по-моему, сейчас я гляну и скажу одну секунду, не соврать, дам вам точную цифру. S&P торгуется где-то в зоне 4880, а скользящая средняя находится где-то в зоне 46-47, 4600-4700. То есть S&P переоценена. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому считайте меня медведем. И есть приблизительная мишень. То есть это будет не маленькая коррекция, я думаю, не коррекция на дневном графике, а в связи с тем, что такая надолго сложившаяся дивергенция, что эта коррекция будет скорее до зоны ценности на недельном графике. А может быть даже ниже. Спасибо, Александр. Едем в Германию. Едем в Германию. Спасибо. ДАКС, немецкий рынок, да, тоже колоссальный взлет был, начался в сентябре-октябре. Рынок взлетел до новой высоты и затормозил. Затормозил и никуда не идет. И ценность постепенно увеличивается, а цена, значит, вот три недели тому назад коснулась зоны ценности. Сейчас рынок опять высоко. Смотрим на дневной график. Роман, если вы могли бы снять цифру, высота вот этого пика в самом центре графика, вот этого, да-да-да, сколько там было? Ну что, у меня нет этого ДАКСа на системе. 17.003. А вот сейчас, два дня тому назад? 17.0015. Я очень люблю такие цифры. Почему? Значит, произошел пролом, произошел ложный пролом вверх, как я это дело называю. То есть, индекс поднялся до рекордной высоты, значит, все любители, а есть масса любителей, особенно среди новичков, есть масса любителей покупать вот такие вот проломы. Рынок поднялся, или там акция поднялась на новую высоту, вот здесь мы ее и купим. Это такое типичное, довольно новичковое поведение. Вот купили, а она обратно вернулась. То есть, этих новичков поймали. Ну, они, конечно, сейчас сидят и ждут, что все-таки опять возобновится это ралли. Я бы этого сильно ждать не стал, потому что я смотрю на MACD-гистограмму на дневном графике, вижу колоссальную дивергенцию. Смотрю на индекс силы на дневном графике, вижу колоссальную дивергенцию. Поэтому я бы сказал, сейчас, кто сидит на прибылях, очень хорошее время эти прибыли снимать. Или, по крайней мере, поставить под ними защитные стопы. Одна из заповедей хорошего трейдинга. Никогда не позволять выигрышной позиции перейти в проигрышную. Ну, естественно, если вы купили что-то, скажут, за 40 долларов, она опустилась до 39.80, а сейчас она 40.20. Ну, это все еще колебания, да, то есть, по мелочи. Но если вы закоротили по 40, она опустилась, скажем, до 38, и сейчас начала подниматься, уже 39. Надо, конечно, срочно выходить из этой позиции, чтобы спасти хоть кусочек прибыли. Никогда нельзя позволить прибыльной позиции перейти в проигрышную. Тогда хранить эти деньги. Едем дальше. Спасибо, Александр. Открываю евро к доллару. На евро начался взлет прошлым летом, даже раньше, чем на рынке акций. Я смотрю на недельный график, он закончил с таким вот пальцем вверх. Довольно типичный, типичная фигура разворота. И сейчас евро опустился до своей зоны ценности, поскольку тренд, краткосрочный тренд вниз. Красная линия немножко повернула вниз. Синяя линия все еще в аптренде, на повышение. Поэтому скорее предпочтение отдать быкам. Вы знаете, бывают ситуации, где картина такая довольно ясная. А бывают ситуации еще чаще, где гораздо менее ясные. В данном случае это гораздо менее ясно, чем с рынком акций. Смотрим на дневной график евро против доллара. Это падение идет, 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 паники нет, но четко идет понижение. Вроде бы небольшая дивергенция складывается, позитивная, на MACD-гистограмме и на индексе силы. Поэтому, если кто-то мне сказал, Алекс, ты должен торговать евро-долларом, обязан. Делай сделку сейчас. Ну, мне тогда пришлось посмотреть на покупку. Но, если никто, так сказать, не толкает, я бы лучше подождал. Подождал и подождал бы более четких сигналов. Здесь ситуация довольно туманная. Чуть-чуть бычья, но туманная. Спасибо, Александр. Открываю золото. Смотрим на недельный график золота. Опять-таки, хочу обратить ваше внимание, как часто вот такие пальцы или хвосты. Я их всегда называл пальцами, а у меня была переводчица в Москве, переводила мои книжки с английского на русский. Блестящая совершенно женщина. К сожалению, глубочайшая инвалидка и пару лет тому назад умерла. Она это назвала хвостами, вот такие фигуры, она их назвала хвост кенгуру. Потому что кенгуру отталкивается от хвоста. Кенгуру, значит, не может сдать задним ходом. Кенгуру всегда идет от хвоста вперед. И вы видите вот на этом графике золота, эти вот хвосты кенгуру. А что они показывают, эти хвосты? Что рынок попробовал какую-то зону, и в ней не было интереса. Люди там не торговали, и поэтому рынок вернулся. Если рынок выбрасывает вот такой вот хвост кенгуру, то обычно идет потом против этого хвоста какое-то время. Это такая хорошая фигура иметь в виду. Я посмотрю даже на внутридневных графиках. Когда смотришь на 25-минутный или на 5-минутный даже график, видишь такой хвост кенгуру, а у кого сейчас будет краткосрочное движение против него. Был очень такой могучий хвост кенгуру где-то в сентябре. После него золото за неделю вернулось в зону ценности. Второе ралли, но уже пониже. Опять в зону ценности. И сейчас золото поднимается на недельном графике. Я, кстати, думаю, что если рынок акций будет опускаться, то это будет позитив для рынка золота. В финансовой сфере огромные потоки капиталов. И всегда нужно думать, они должны быть куда-то вложены. Если одно место неуютное, то значит какое-то другое. Эти деньги просто будут искать, потому что им нужно куда-то вложиться. Миллиард долларов под матрас не поместятся. Поэтому смотрим сейчас на дневной график. И видим там, что у золота было ралли в конце декабря. Его пытались сбросить раз, второй, третий. И очень четкая дивергенция на индексе силы видна. Этот индекс показывает, что давление на золото очень понизилось. Поэтому если бы я торговал сегодня золотом, то я бы смотрел сыграть на повышение. Спасибо, Александр. Открываю. Нефть. На недельном графике. Почему-то масса медведей в нефти. Между тем, на дневном графике мы видим двойное дно. Мы видим сильную дивергенцию. МСД гистограмма и индекс силы. И нефть поднимается от второго дна. То есть такая очень основательная бычья фигура. Переходим к дневному графику. И мы видим этот ралли, который начался в конце декабря. Выше, ниже, выше, ниже. И сейчас, значит, был пролом вверх. Причем настоящий пролом выше декабрьской высоты. И в данный момент, сегодня даже, глядя у правого края, у этой ралли происходит откат в зону ценности. По-моему, мы об этом говорили. Не покупать по верхам, а покупать откаты в зону ценности. То есть по нефти я бы готовился здесь ее укупить. Может быть, сегодня, завтра. Кстати, импульсная система, вот это вот. А, импульсная система синяя, разрешает покупать. Нефть заходит в зону покупки. Чем отличается трейдер, такой обычный трейдер от домохозяйки? Домохозяйка идет на рынок или в супермаркет и хочет купить что на распродаже. То есть, чтобы больше можно было бы купить за те же деньги. А трейдер, когда видит, что цена низкая, он, наоборот, продает все. А когда высокое, то покупает. Я хочу торговать как домохозяйка. Спасибо, Александр. И завершающий инструмент. Любимый инструмент, по которому я большой скептик. Но это типа, знаете, я лет 30 тому назад перестал есть мясо. Вот просто все, да? Такой вегетарианец. Но если я иду в ресторан с людьми, которые едят мясо, то это... Дома нет. Дома его нет. А если мы идем в ресторан, кто-то заказывает за столом мясо, пожалуйста, так сказать. Вольному воле, да? То же самое с биткоином. Значит, я его на своей... Я его на своей кухне не держу, этот биткоин. Но кто интересуется... На недельном графике. Довольно опасная фигура, мне кажется. Значит, был колоссальный бычий рынок. Вот был этот хвост кенгуру вверх. Совсем недавно. Четыре недели тому назад. Падение в зону ценности. И сейчас, как часто бывает, рынок опять пытается подняться и попробовать. А может быть, все-таки? А может быть, все-таки? Обычно такие ралли проваливаются. Так что мне думается, что сейчас покупка биткоина довольно опасна. Я бы ждал, пока он вернется в зону ценности. Потому что сейчас он как бы на полпути к верхнему конверту. Это довольно опасное место. Спасибо, Александр. Мы посмотрели все основные инструменты. Сейчас как раз по нашему расписанию. Это обсудить победителей прошлого конкурса. Посмотреть эти сделки. И мы пробуем новый формат. Я сейчас покажу. И, собственно, как мы договорились в прошлый раз, перед тем, как называть победителя, мы показываем инструмент, закрывая там те моменты, которые могут показать, как сделка отработала, для того, чтобы наши участники могли порассуждать. Сейчас перед вами сделка, которая была представлена на продажу. Саму свитчу я закрыл со всех сторон, но оставил, чтобы было видно импульсную систему и все остальные точки. Собственно, на этой свитче был предложен вход в short. Здесь была продажа. Здесь, соответственно, take profit. И то же самое здесь. Соответственно, на часовом таймфрейме. Short. Take profit здесь. И, уважаемые участники, напишите в чат. Один, если сделка закрылась с прибылью. Два, если с убытком. Напишите, что думаете. Один, напомню, это прибыль. Один в плюс. Два, два. Так, пока убыток у нас выигрывает. Давайте еще буквально 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Проверяем. Кстати, сделка была предложена по биткоину. Вот как раз на том пальце кенгуру, который мы видели на недельном графике, один из наших участников, эту сделку там на продажу и предложил. Собственно, здесь вот был осуществлен вход. И take profit был закрыт чуть выше зоны ценности. Ну и, собственно, то же самое мы видим на дневном таймфрейме. Вот здесь вход по этой свече. И вот здесь произошел выход по take profit. Очень красиво. Если вы на секунду вернетесь ко входу, Роман, если вы можете к предыдущему графику, то есть где вы показывали вход. Вот здесь, да? Не видя свечи, да? Которая так очень хитро закрыта, да? Что я вижу, что мне бросается на дневном графике в глаза? Это пролом вверх, который захлебнулся, и медвежьей дивергенции, MACD гистограммы и индекса силы. То есть это показывает, что хотя вот данный инструмент поднялся повыше, а силы в этом подъеме поменьше. Вот это я всегда ищу. Спасибо большое. Едем дальше. Поздравляем победителя. Наш участник, да, этим воспользовался. Следующая сделка. То же самое сделка была предложена в short. Здесь продажа, красная стрелка, зеленая стрелка take profit, и, соответственно, сверху линия это stop loss. И то же самое на дневном таймфрейме. Красная стрелка – это вход на продажу, зеленая – take profit, линия выше – это stop loss. Один – это сделка положительная, два – сделка отрицательная. Ждем 5 секунд и проверяем. Пошли все единицы. Вот двойки стали подключаться, но вижу, что по соотношению выигрывают, лидируют те участники, кто предложил, что сделка закрылась положительно. Проверяем. Да, здесь сделка тоже закрылась положительно. Здесь была предложена сделка на short по индексу NASDAQ. Мы с вами смотрели и обращали внимание, что последний месяц индексы растут максимально активно. Но в данном случае участник нашел точку. То есть то очень было, почему я добавил, потому что ситуация очень похожа с тем, что сейчас на рынке происходит. То, что мы смотрели по S&P 500. И в целом коррекция, да, произошла коррекция. Чуть дошла до зоны ценностей на недельном таймфрейме. И, собственно, дальше уже произошло движение. То есть вот на такой коррекции наш участник сделал сделку. Выглядит очень хорошо. Единственное, что, конечно, мне кажется, стоп чего-то очень близко. Ну, это победители не судят, как говорится. Но я когда смотрел, что, да, технически выглядит очень хорошо. Но чего-то стоп близковато. Причем просто сказать. Допустим, если вы решили, скажем, рисковать тысячи долларов, да, покупаете или, скажем, покупаете за 50, а стоп ставите, скажем, за 48. Значит, вы имеете право купить 500 акций, да. Рискуете 2 доллара на акцию, общий риск – тысяча. Значит, вам позволено купить 500 акций. С другой стороны, если вы хотите быть поосторожнее и поставить стоп не по 48, а, скажем, по 47, то теперь вы рискуете уже тремя долларами. И поэтому та же самая тысяча вы имеете право купить только 300 акций, уже не 500. Это баланс, с которым я играю каждый день. То есть я могу сделать так, а могу сделать так. И хитрая игра. Едем дальше. И еще одна бумага была предложена в лонг. Здесь, соответственно, соотношение плюс-минус 1 к 1. Соответственно, линия посередине – это точка входа на покупку, линия ниже – это стоп-лосс, линия выше – это take profit. И то же самое на дневном таймфрейме. Один – сделка закрылась позитивно, два – негативно. Оставляем ваши комментарии. Два – все пишут два. Пять секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Большинство – два. Буквально две единицы, наверное, из десяти было. Проверяем. Эта сделка была по индексу, по ETF на индекс NASDAQ QQQ. Участник предложил мне этот ETF, поэтому я здесь тоже взял. И, собственно, взял его, потому что была одна предложена сделка. То есть показать, наверное, тоже момент трейдинга. То есть была предыдущая сделка предложена NASDAQ в шорт, закончилась коррекция, и другой из наших участников предложил, ну, решил купить этот индекс. И здесь как раз тоже вот этот пример показан. То есть здесь была точка входа, и take profit чуть выше зоны ценности. Очень удачно. Самое главное, конечно, очень важный аспект успеха – это контроль над риском. И вот такое вот возникает, кстати, нередко, когда два хороших трейдера, один покупает, другой продает, и оба оказываются в прибыли. Это всегда приятно видеть, потому что это всегда подтверждает, что в конечном счете все это дело решается контролем за сделкой. Многие трейдеры тратят все свое время на выбор, что купить и что закоротить, а на самом деле управление сделкой – вот это вот решает все. Очень хорошо. Рад за них. Поэтому сегодня, немножко отойдя от традиции, я показал как раз три прибыльные сделки, которые были вот здесь в таблице всех участников, но здесь были как раз вот эти интересные моменты, то, что NASDAQ и ETF на NASDAQ, да, в разные позиции на них посмотреть. Собственно, победил наш участник под номером один, который предложил биткоин, то есть там движение было самое большое, порядка 11%, и здесь вы можете видеть перед собой всю турнированную таблицу прошлого месяца, да, наших участников. Большое количество позиций, кстати, открыто, да, какие-то в плюсе, но мы, как всегда, даем предпочтение тем позициям, которые закрываются по Take Profit. Поздравляем победителя и переходим. Есть у нас еще несколько бумаг, которые хотелось бы посмотреть. И два хорошие, два интересных вопроса было нужно еще. И одна из бумаг, это как раз Tesla, после отчета можем вот с нее начать. Вы знаете, кстати, я даже сейчас тогда к этому делу приложу вопрос, который пришел. Сергей пишет, очень часто хорошая дивергенция по гистограмме образуется именно перед отчетом о прибылях, как, например, сейчас по GE, Netflix. Да и в целом американские индексы находятся в медвежьей дивергенции. Ваша позиция? Перед отчетом лучше не торговать? Может быть, тогда лучше в таких ситуациях играть на понижение рынка в целом? Играть, ставить сделку перед сообщением о доходах компании, это не трейдинг. Это азартная игра, в которой можно выиграть, можно проиграть, но, как правило, проиграть. Чаще проиграть. Я, наученный горьким опытом, я проверяю дату, когда будет выпущено сообщение о доходах, и в неделю, когда оно будет выпущено, я к этой акции близко не подхожу. Я слежу за ней. И очень часто после того, как выйдет сообщение о доходах, появляется интересная сделка. Но дело в том, что эти сообщения, они могут толкнуть акцию вверх или вниз на 10%, на 8%, на 12%, на 15%. То есть, огромное движение, никакие стопы не помогут. То есть, акция открывается с гэпом, и все, пишите письма. Кстати, с Теслой. Я, как говорится, опять-таки, американская поговорка, чувствовал, костями чувствовал, что Тесла упадет. Сделал я на этом сделку? Нет. Просто смотрел, да. Был прав. Хорошо. И все. Потому что торговать перед сделкой, это азартная игра. Это рулетка, да. В данном случае технически ничего особенного сказать не видно. Акция Теслы на недельном графике была в даунтренде довольно долгое время. Приближалось сообщение о доходах. И между тем, просто читаю Wall Street Journal, читаю деловую прессу, и там написано, что Тесла, которая всегда была первой по продаже в Китае, для них это огромный рынок. Теперь какая-то китайская компания, BYD, они обогнали Теслу. У Теслы есть, значит, эта программа Автопилот, которая на самом деле не Автопилот, потому что нужно страну руки держать на руле. На них крупнейшая накатка от правительства, от государственной службы, которая следит за безопасностью. Масса проблем у компании, масса проблем. А кроме того, там год, даже, ну, скажем, два года тому назад, Тесла была, по сути дела, единственной компанией электромобилей. Сейчас тех компаний много, и у них появилась настоящая конкуренция. Поэтому я всегда считаю, что Тесла со временем, так сказать, сегодняшняя трасса Тесла, это стать еще одной автомобильной компанией. Вот так вот, да? Поэтому, да, Тесла купила. Сейчас, значит, сейчас распродажа идет на Теслу, да? Идет распродажа на Теслу, она упала с большим гэпом вниз. Конечно, будут какие-то краткосрочные ралли, но я думаю, что следующая мишень для Теслы, это вот эта вот донышка, которая вы видите на недельном графике в 22-м году, да? Вот так вот, куда-то в эту зону. Я разговаривал с кем-то из Эстонии, да? Пару лет тому назад, год-полтора назад, я говорю этой даме, я буду покупать Теслу по 100 долларов за акцию. Она прямо, ах, 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 я ее все время покупаю, я ее покупаю. А Тесла была 400 долларов, да? Я жду 100. Но я ее не купил, даже когда она была 102, слишком. Во всяком случае, я ожидаю нового падения Теслы. Тем более, что сейчас, значит, рынок повернулся вниз. Спасибо, Александр. Следующий кандидат. Опасная акция. То есть, акция, знаете, это как девушка была красавицей, все ее любили, все ее приглашали повсюду. Сейчас у нее морщины и глаз подбиты, все. Но некоторые все еще помнят. А может быть, все-таки она вернется к прежнему облику? Вряд ли. А NVIDIA. У NVIDIA есть технология, у NVIDIA есть продукт, который очень востребованный, связанный с искусственным интеллектом. И NVIDIA продается сейчас в маниакальной зоне, торгуется в маниакальной зоне. Кстати, я посмотрел, сообщение о доходах, по-моему, в конце февраля будет. Смотрим на недельный график. И NVIDIA находится возле верхнего конверта. Смотрим на дневной график, она вообще над конвертом. Я смотрю на рынки и на акции, как на каких-то ситуациях, как на психиатрического пациента. У пациента маниакально-депрессивная болезнь. И иногда он впадает в манию, его нужно просто держать, потому что он разобьется об стену, будет так бежать. А иногда он впадает в такую депрессию, что нужно его как-то фиксировать, чтобы он из окна не выпрыгнул. Вот сейчас NVIDIA находится в маниакальном состоянии. На дневном графике, на недельном графике. И покупать ее поздно здесь. Покупать надо было когда? Покупать надо было, смотрим на недельный график. Вернулась в зону ценностей, вернулась в зону ценностей. Но здесь ее никто не любит. Слишком дешево, слишком дешево. То есть по 400 долларов NVIDIA покупать неинтересно. Давайте лучше купим по 600. Ну вот это менталитет обычного трейдера. Переоценена. Жестко-жестко-жестко переоценена. Надо ждать. Вообще способность ждать, это очень трудно дается людям, особенно мужчинам. Нас с детства учат. Не сиди на заднице, сделай что-нибудь. Здесь нужно просто сидеть и ждать. Я периодически пытаюсь закоротить Теслу. Очень осторожно, маленькая позиция. Получаю по зубам, периодически выхожу из нее. Ну не по зубам, а так вот, шлепок легкий. То есть я как-то балуюсь вокруг нее. Игрушечного. У меня есть два размера. Все сделки должны быть одинакового размера. То есть вы решаете по вашим деньгам, какая у вас будет стандартная сделка. Но вдобавок к этому у меня есть то, что я называю игрушечная сделка. Это примерно одна шестая стандартной сделки. Вот так вот. Мне интересно. Пытаюсь ее закоротить. Но пока что на этой неделе еще коротил. Но быстренько закрылся. Чуть-чуть потерял. Копеечная потеря вышла. Опять смотрю. Тесла. Я думаю, что то же самое, что когда Тесла была до того, как они сделали сплит, когда Тесла шла по верхам, тоже все говорят, Тесла, Тесла, Тесла. А где сейчас Тесла? Едем дальше. Биэй, Боинг. У компании колоссальные проблемы. Колоссальные проблемы. Вот последнее, что произошло. Они делают самолет. И в самолете есть дырки для дверей. А потом иногда авиалиния говорит, мы меньше сидений поставим, нам задние две дырки не нужны. И они тогда пломбируют эти дырки, они ставят туда типа двери, но это привинчивается, и получается цельный корпус. Не сваривается, а именно привинчивается. Они доставили самолет в компанию Alaska Airlines. И одну из этих пробок они не привинтили. Она просто стояла там. Самолет взлетел, пробка вылетела. К счастью, никого не высосало из самолета. И пилоты вернулись, и приземлились, и, так сказать, никто не пострадал. Вот так вот, да? Ну, как можно так работать? Как можно так работать? На них сейчас колоссальная накатка идет. Им запретили увеличивать продукцию. То есть, просто жалко смотреть, что эта компания крупнейший экспортер в Америке. Крупнейший экспортер в Америке. Как они так обкакались? И до этого были проблемы. Со временем это устаканится. Эта компания не умрет, и не пропадет, и не уйдет никуда. Но сейчас заниматься покупками этой компании, по-моему, просто немножко опасно. Немножко опасно. С другой стороны, с другой стороны, сказать, как сказал, был такой очень богатый банкир, Барон Ротшильд, у него как-то спрашивают, а когда покупать? Как стать таким богатым? Он говорит, покупайте, когда кровь течет по улицам. Можно сказать, что у Боинга эта кровь течет в данный момент. Смотрим на недельный график. Другая сторона медали. Смотрим на недельный график. Мы видим глубину MACD гистограммы в прошлом сентябре. Мы видим глубину гистограммы. Сейчас она гораздо ниже. Импульсная система красная. Это горизонтальная линия. Так что покупать пока что запрещено. Но возможно, что возникнет возможность покупки. Если я прав, что рынок будет падать, то вот как раз компания такого типа через несколько месяцев вполне может стать привлекательной. То есть не списывайте со счетов. Эта компания не умрет и не уйдет никуда. Но это не сегодняшняя сделка. Напомните мне об этом через пару месяцев, Роман. Едем дальше. Следующая. First Solar. Окей. Кстати, чем-то похож недельный график на график Боинга. Мы видим сильное падение. Сильное, очень глубокое дно МСД гистограммы. Взлет. И сейчас опять происходит падение. Опять-таки, в случае медвежьего, в случае коррекции вот этого бычьего рынка, это вполне может оказаться привлекательной компанией. Опять-таки, сегодня я не вижу ничего привлекательного в ней. На недельном графике она чуть-чуть недооценена. На дневном графике она находится в зоне ценности. То есть она правильно оценена. Я хочу купить то, что недооценено и закоротить то, что переоценено. А эта компания вот она нормально оценена. Поэтому у меня есть подход еще такой. Я его называю система АБЦ. По-русски было бы АБВ, да? Но это система не торговли, а система, зачем следить. А – это акция, которую я могу возможно торговать сегодня. Б – это акция, которую я возможно буду торговать на этой неделе. АЦ или В – это акция, которую я не хочу видеть до следующего уикенда. Вот так вот. Я на дальний прицел записываю в список АБМ. Красота. Просто красота. АБМ неделю тому назад дал сообщение о доходах. Рынку это дело колоссально понравилось. И посмотрите, что произошло. Вот этот вот первый высокий столбик после сообщения о доходах. АБМ открылась с колоссальным гэпом. Взлетела, значит, взлетела еще на 10 долларов с чем-то, а закрылась уже слезшая с этого гэпа и сейчас постепенно, постепенно ползет вниз. Да? Включая сегодняшний день. Если вы любите играть на понижение, эта картинка для вас. И, кстати, пациент находится в маниакальном состоянии. Пациент в маниакальном состоянии более сильная мания, чем у NVIDIA. На недельном графике и на дневном. Маниакальный пациент, который каждый день делает меньшую и меньшую высоту. Мишень, значит, сегодня эта акция котируется где-то по 185 долларов. Зона ценности на 8-10 долларов ниже. Зовет. Спасибо, Александр. Мы затрагивали Netflix, но давайте на него посмотрим. Да, да. Опять-таки, Netflix это компания, которая меня научила раз и навсегда, несколько лет тому назад, раз и навсегда никогда не торговать перед сообщениями о доходах. Я Netflix прошел по колоссальным верхам, немножко сдал, и я приобрел игрушечную позицию, игрушечную позицию. А Netflix после сообщения о доходах открылся вниз процентов на 25, и на игрушечной позиции я получил полноразмерную потерю. Не трагедия, оно колоссально неприятно и очень полезный урок. Спасибо, как говорится. Вот так вот, да? А кто-то коротил, да? Ведь кто-то коротил перед этим сообщением, перед этим взлетом. Смотрите, на недельном графике двойной пик с медвежьей дивергенцией, да? Двойной пик с медвежьей дивергенцией в МСД-гистограмме и в индексе силы, а потом сообщение о доходах и гэп. Вот так вот, да? Никогда не залезайте в рынок где-то вот за неделю до сообщения о доходах. Опасно. Вот прямо перед глазами. Netflix, посмотрите, открылся с гэпом, да? Поднялся повыше, опустился пониже, но не был готов еще опускаться. На следующий день выше, еще выше. То есть акция очень сильная. опасно каратить. Просто тоже в маниакальной, на недельном графике, кстати, не в маниакальной зоне, а на дневном графике в маниакальной зоне. Но то, что акция такая здоровая, в отличие от IBM, которая продолжает постепенно опускаться, это держится очень неплохо. Поэтому каратить ее я бы не стал. Ирина, дальше? Спасибо, Александр. А Intel? Опять-таки, акция была маниакальной, сдала в зону ценности, поднялась опять, и все хорошо, да? Все хорошо, и вдруг сообщение о доходах. То есть раз за разом за разом множество акций, которые мы видим сегодня, напоминают вам. люди учатся на ошибках, а умные люди учатся на чужих ошибках. Надеюсь, вам это поможет не торговать перед сообщениями о доходах, за несколько дней до сообщения о доходах. Сейчас IBM опустился, акция опустилась в зону ценности на недельном графике на дневном до депрессивного состояния, и теперь остается только ждать, стабилизируется она или нет на недельном графике. Сегодня я бы ничего не стал с ней делать, я ничего с ней не делаю сегодня. Смотрим, смотрим и ждем. И совсем из свежего мастер-кард. Мастер-кард. Вы знаете, американская экономика в прекрасном состоянии, как ни странно, и каждый раз, когда люди тратят деньги, они пользуются карточками, поэтому мастер-кард и виза, мастер-кард открылась сегодня с гэпом, и где она сейчас, вот тоже, маниакальное состояние долго не держится. Но опять-таки, кто-то коротил, а те, кто покупали, открылась, то есть, избегайте действия во время периода, когда компания объявляет о доходах, держите в стороне. Остался еще один вопрос у нас. Можно ли утверждать, что вершины рынка, в отличие от впадин, формируются дольше? Всегда. Потому что вершины формируются на жадности, а впадины на страхе. Когда человек жадный, ему тепло и хорошо, звони друзьям, купи сам, да? А когда у него пальцы прищемило в двери, ау, и сразу убегает. Поэтому донышки острые, а вершины плоские. Стихотворение прямо написал. Не ожидал. Роман, спасибо большое за приглашение. Спасибо большое. Желаю вам и вашей группе всего хорошего. Будем в контакте. Спасибо большое, Александр. Как всегда, познавательно, как всегда интересно. Рынок активный. Спасибо большое вам. Увидимся в следующем месяце. В следующем месяце. Всего хорошего. Спасибо. Уважаемые участники, также хотел показать небольшой анонс для метатрейдера. В ближайшее время мы сделаем доступный дополнительный функционал для аналитики внутри платформы, где можно будет следить за как раз сообщением о доходах и, собственно, мониторить все эти моменты прямо в терминале. Ну и в том числе проверять, допустим, если вы хотите посмотреть какую-то компанию, чтобы посмотреть, когда будет происходить сообщение о доходах выходить, то здесь вы тоже это сможете сделать. Я думаю, что в ближайшие пару недель это будет доступно и вы сможете тоже для себя это использовать. Также, уважаемые участники, к вам есть большая просьба, если вам нравятся наши встречи, если вам нравятся наши вебинары, то прошу вас также помочь немного нам и у нас сейчас мы хотим попросить вас оставить отзыв про наш офис на Google картах, ну, в том числе, то есть, если вам нравится наш сервис, наше обучение, то можете, нам это очень поможет и будет приятно, если вы оставите отзыв и оценку о нашей, о нас, о нас, как о компании. Спасибо вам заранее, это большое, ссылочку приложил в чат, пожалуйста, те, кто сейчас здесь находится, перейдите, это займет буквально несколько секунд. И также хотел сказать относительно того, что индикаторы, которые мы смотрели в ходе сегодняшней встречи, если вы еще ими не пользуетесь, то есть, у вас есть возможность их запросить и начать ими пользоваться. Эти индикаторы доступны клиентам Admirals с реальным счетом более 200 евро на платформе MetaTrader 5, то есть, вы сможете установить точно так же, как я демонстрировал в ходе как раз нашей встречи с Александром, вы сможете у себя это установить и использовать. Возможно, какие-то элементы этой системы, возможно, импульсную систему, возможно, какие-то другие элементы, но она для вас станет доступна, вы на ней сможете также тренироваться. Для тех, кто сейчас нас смотрит в Zoom, прикладываю почту, на которую нужно записать, чтобы запросить данные инструменты в чат, а для тех, кто смотрит нас на YouTube канале, то почта будет в описании к этому видео. Присылайте запрос, и мы вам отправим индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию по установке, А если вы еще не являетесь клиентом Адмирал, то наши специалисты ответят на вопросы, свяжутся с вами и, собственно, проконсультируют. И финально это конкурс, который у нас проходит, который мы как раз анализировали в середине нашей встречи. У всех наших участников есть возможность принять участие в этом конкурсе, и я сейчас расскажу про правила. Конкурс проходит на YouTube канале Адмиралс. Соответственно, для того, чтобы в первую очередь принять участие, нужно подписаться на YouTube канал. Для тех, кто в Zoom ссылочку прикладываю, для тех, кто смотрит нас на YouTube, вы уже на правильном месте, поэтому сразу же нужно поставить лайк к этому видео, подписаться на канал и в комментариях к этому видео предложить одну сделку по одному инструменту в формате цена входа, стоп-лосс, тейк-профит и дата поставь. Здесь приведен также пример. То есть вы предполагаете сделку, вы пишете название инструмента, это может быть акция, индекс, криптовалюта. То есть мы сегодня видели, наверное, все варианты. У нас был биткоин, ETF на NASDAQ и сам NASDAQ как CFD тоже был представлен. Поэтому вы прикладываете инструмент и планируете сделку. То есть это сделка такая на бумаге, которую вы предполагаете. Соответственно, у нас конкурс проходит в период от одного вебинара до следующего вебинара, который у нас пройдет в следующий феврале. Соответственно, 28 февраля у нас будет следующий вебинар. И вот до этого момента в данном конкурсе можно принимать участие. Соответственно, у нас месяц для того, чтобы поучаствовать. Если ваша сделка закрывается по тейк-профиту, то вероятность выиграть книгу с автографом Александра становится, соответственно, выше. Поэтому присылайте ваши сделки, оставляйте комментарии, ваши вопросы, которые вы хотели бы передать Александру, тоже пишите в комментариях под этим видео. И важный момент, комментарий для конкурса редактировать нельзя. Соответственно, заранее присылайте ваши вопросы в комментариях под видео на YouTube-канале, потому что мы просто не успеваем все уложить в час и написать вопрос, прочитать это требует времени, поэтому все вопросы я заранее отправляю Александру и мы тратим на это чуть меньше времени, это значит, что можно получать чуть больше полезной информации от Александра. Поэтому спасибо большое за встречу, спасибо за отзывы, которые вы оставили, и увидимся в феврале. Всем желаю хорошего вечера, хорошего месяца и увидимся уже в феврале. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok